Всем огромный привет! Начинаем новый влог. Сейчас мы едем в магазин Золотое Яблоко за ароматом, ну и татами от Кинзо. В предыдущем влоге я вам говорила, что обязательно поеду и приобрету его. Попыталась я заказать с сайта, но мне назначили доставку через пару дней. Меня это, честно говоря, даже в какой-то момент напугало. Думаю, неужели все ароматы разобрали? Но потом я поняла, с чем это связано. Просто там шла косметичка в подарок, и, видимо, косметички нету в наличии в магазине, поэтому идет отправка со склада. Но мне эта косметичка не нужна, мне нужен аромат как можно быстрее. Поэтому решила съездить и купить в магазине. Переживала, конечно, думаю, возможно, их разобрали, прям меня это напугало. Но, к счастью, нет, аромат меня дождался. И, кстати, там также поснимала ароматы. В принципе, по объему жидкости видно, что какие ароматы нравятся многим. Это как раз мой Мачо и Нуит Татами. Также вот этот вот цветочный такой розовенький аромат. Многие его описывали как такой прям гурманский. Но нет, для меня это просто такой цветочный, с небольшой сладостью аромат. В общем, больше никакие ароматы с линейкой я не хочу. Итак, мои дорогие, я уже дома. Как вы поняли, я съездила в Золотое Яблоко и все-таки купила себе свою любимку. Аромат, который меня очень впечатлил. Это у нас новая линейка от Кинзо. Аромат называется Нуит Татами. Я уже его распаковала. Очень уж ритами я соблазнила этим ароматом, потому что звучит он классно. Действительно классное такое звучание. Пирамиду, кстати, я сейчас вам ее и не вспомню. Что могу сказать? Здесь присутствует перец, по-моему, на старте. Потому что я смотрела так же отзывы, кому-то он перчит. Прямо со старта такой перечный. Для меня это абсолютно не перечный аромат, а слово совсем. Вставлю им здесь пирамидку. Для меня это красивый пудрово-помадный аромат. Здесь приятная такая прям пудра с помадой. Невероятно. Есть какая-то свежесть, сочность прям на старте. Точнее, не сочность, а такая прям сначала вроде свежесть, немного бодрости, но это не перечность. И потом аромат становится таким приятным, пудрово-помадным, но необычно пудровым. То есть здесь не какое-то такое банальное прям пудровое звучание, а очень даже красивое, необычное. Прям очень он мне нравится. Нереальный. Просто нереальный. Он такой нежный. Он, казалось бы, тихий. Ну как вообще, вся линейка такая природная, но вот именно этот аромат довольно шлейфовый и стойкий. И вот даже я вам показывала, там в магазине сразу видно по количеству жидкости во флаконах, какие ароматы нравятся всем. Ну так, а какие очень. Вот, допустим, мачо мой, который у меня есть, он вот так где-то тут был флакончик, а этот вообще был практически пустой уже, поэтому однозначно людям этот нравится больше. И потом уже тот, и потом уже все остальные. В общем, понравился очень. Такое действительно классное звучание и аромат. Буду еще вам более подробно про него рассказывать. Так я сказала, не хочу сильно вдаваться в пирамиду, потому что, на мой взгляд, с пирамидой для меня нет ничего общего. Это именно красивая пудра. Поэтому обратите свое внимание. Красивая пудра, немного помадности, очень женственный, очень феминный. Абсолютно ничего здесь нет мужского. Он прям такой феминный. И также мне, кстати, в магазине еще дали два пробничка в подарок. Первый продукт это у меня Пойот. Такой вот кремушек увлажняющий. И также пробник от Банана Репаблик, Вильвет, Памы Гранат. Я, честно говоря, думала, что здесь будет гранат, но нет. Это такой люксовый звучание и аромат. Похож на Линтерди. Вот такие вот ароматы туберозные, с эффектом такой жвачки, конфетности. Вот здесь то же самое. Тут есть такое же звучание. Оно, кстати, приятное. Довольно долго держит. Оно наносило. У меня на кожу он довольно долго просидел. Вот. Поэтому я думаю, в принципе, это линейка. Кстати, у них довольно неплохая. У меня есть аромат с вишней. Действительно, очень даже неплохо. Итак, еще, кстати, хотела поговорить с вами про ароматы от бренда Atkinson. У меня на данный момент два аромата. Первый это Gold Fire in My Fire. Я недавно про него рассказывала. Оба аромата я заказывала на рандеву. И, в принципе, мне нравятся цены на рандеву на бренда Atkinson. Мы недавно ходили, гуляли с Ритой. И там я еще один аромат для себя приметила. Это Pirate Grand Reserve. В общем, мне понравился этот аромат. Я долго, кстати, его обходила, потому что меня смущали отзывы, что он очень алкогольный. Я думала, ну куда я буду носить такой алкогольный аромат? Будет от меня пахнуть там виски. Но нет, по факту он классный. Там классная ваниль. Я там немного ощущаю кожу замши. Потому что даже видео говорило, что мне он немного напоминает даже белугу, по моим ощущениям. В общем, понравился. Заказала себе сегодня его на рандеву. И также очень люблю два этих аромата. Тоже могу вам их советовать. И, кстати, вам ссылки на них оставлю на рандеву. Если заинтересует, проходите, приобретайте. Потому что действительно ароматы классные. Ну и, конечно, если вдруг делаете заказ на рандеву, не забывайте про мой именной промокод на скидку 10%. Промокод суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте. Что касается этих ароматов, эта композиция мне очень нравится. Здесь у нас есть и алкогольность на старте. Как бы немного. По-моему, джин или что-то в этом направлении здесь содержится. И также здесь есть и сухость такая. Сухотравность даже части для меня. И приятная ваниль. В общем, он настолько интересный. Он унисекс и звучащий просто невероятно. Знаете, это один из тех ароматов, которые сложно описать. Но звучит он классно. Прям очень классный. И в нем, знаете, есть, мне кажется, в Аткинсе, ну в общем, у них есть такая приятная древесная молочность, я бы сказала, которая объединяет. Возможно, амбра дает такое ощущение. Есть какая-то вот такая вот, не то что прям откровенная сливочность, но прям такая мягкость. И что касается моей амбры любимой, это тоже для меня самая любимая эталонная амбра. Она тоже мягкая. Она такая обволакивающая, без каких-либо таких ярких, звонких нот. Он прям такой вот прям мягкий. Это как будто такая мягкая ваниль, смешанная с амброй. Воздушный, обволакивающий, как такая дымка. Очень женственно. Если этот идет прям унисекс, то амбра это невероятно женственный аромат. Мягкая такая древесность. Знаете, отчасти для меня даже как будто это мягкая древесность, пропитанная чем-то сливочным. Прямо ощущение такое есть. Невероятно звучит. Поэтому, если вдруг с ним не знакомы, то познакомьтесь. И также, в принципе, Goldfire and My Fire тоже очень нравится. И тоже сейчас вам покажу еще один бренд, который очень выгодно приобретать на рандеву. И аромат, от которого я себе тоже заказала. Долго я думала, но все-таки заказала. И этим брендом является Gritty. Как вы видите, у меня пять полноразмерных флаконов и одна миниатюра. Я себе также заказала Jacqueline. А потому что мне он все-таки по итогу очень нравится. Я вам рассказываю, что изначально мне немного отпугнул. Отпугнул там такая вот терпкая, какая-то цианидная миндальность, прям с горчинкой. Есть какая-то древесность, как будто даже ветивера. То есть прям горчинка такая. Но со временем я поняла, что он меня манит. Такое прочтение миндаля я не встречала ни в одном аромате. И все ходила-ходила вокруг этого аромата. На его, кстати, приятная цена на рандеву. Часто бывают скидки. И он, кстати, по цене один из самых бюджетных. Вот из этой классической линейки Gritty. Поэтому обратите внимание. В общем, ходила-ходила и все-таки взяла. Потому что мне он нравится. Как я вам говорила, для меня даже иногда там есть ощущение такой пенобритвенности. Но со временем, вот в носке, я начала понимать, что мне это нравится. То есть, казалось бы, такое немного сливочное, миндальное звучание оттеняется такой вот небольшой терпкостью. Очень классно звучит. Поэтому все-таки решила купить. Но его, конечно, лучше тестировать. Потому что у него мало поклонников. В основном, многие, кто его не понимает. Поэтому лучше тестируйте. Вот ссылку. Я вам, кстати, на Gritty тоже оставлю. Проходите, смотрите. Ну и, в принципе, можете промониторить весь бренд. Потому что на рандеву он действительно по приятной цене. Друзья, привет. Продолжаем влог. У нас утро следующего дня. Я, как, в принципе, рассказывала, что у меня утро начинается с тренировки. Хотя бы какую-то легкую тренировку, но все же я делаю. Конечно, со временем стараюсь увеличивать темпы. Именно более интенсивные тренировки, чтобы были. И периодически я наношу какие-то такие свежие ароматы перед тренировкой. Сейчас хочу нанести на себя мюклер «Cologne Come Together». Потому что он такой зеленый, травный, сочный, заряжающий, какой-то энергичный. Потому что порой, особенно когда утром тяжело просыпаешься, это хочется чего-то такого взрывного, свежего, чтобы как-то хотя бы поднять себя с кровати. Поэтому наношу этот аромат, пошла тренироваться. Дальше вам покажу уже свой завтрак тире обед. В принципе, все, как у меня проходит мой день. Поэтому оставайтесь со мной. Пойду потренируюсь. И вы тоже, кстати, не забывайте, потому что это очень важно, это очень полезно для здоровья. Хотя бы какие-то минимальные упражнения, зарядку делать с утра. И теперь, после тренировки, я выпиваю коллаген. На протяжении нескольких недель я уже принимаю данный коллаген от бренда Кофер. Мне нравится. В принципе, это уже не первый мой опыт приема коллагена. До этого я также использовала коллаген другого бренда. И вот этот мне по вкусу нравится больше. Здесь у меня с ароматом малины. В принципе, на сайте представлено огромное множество разных вкусов. Вы можете выбрать такой, какой вам будет комфортнее пить. Пить коллаген я буду на протяжении месяца. В общем, уже пью я вторую неделю его. Коллаген, это, конечно, очень важно в уходе за собой. Как для нас, девочек, так и в принципе. Потому что это все благоприятно влияет на кости, на суставы. И, конечно же, в первую очередь на нашу красоту. Это волосы, кожа, ногти. Это нужно. Особенно после 25 лет обязательно принимать коллаген. В принципе, что я и делаю. Сейчас сделаю себе напиток, так сказать, утренний. И потом буду через полчаса уже завтракать. Так, здесь ложечку коллагена. И заливаю его водой. И, кстати, по вкусу коллаген, как я сказала, очень приятный. Потому что бывают такие, что не очень. С таким привкусом говядинки. Как холодца, можно сказать. Здесь такого нет. Здесь коллаген действительно очень приятный. И, что мне нравится, еще этот коллаген очень быстро растворяется в воде. И по вкусу получается как такой приятный лимонадик. Так, размешиваем. И пьем. И теперь выпиваем наш коллаген. Дочь у меня тут рядом, ей тоже интересно. вкусно. Да, по вкусу очень приятный. Просто вкусный лимонад. Вот, как вы видите, я уже нанесла на себя патчи поухаживать за собой. И кушать я буду через полчаса только. Что касается коллагена, вообще так заведено, так сказать, так положено, чтобы коллаген принимали именно с витаминами. В этом случае классно то, что здесь у нас уже присутствуют все эти витамины и присутствует витамин С. Что касается, кстати, состава, здесь у нас содержится витамин С, Е, А, Д3, В1, В2, В3, В5, В6, фолиевая кислота, биотин, цин, гиалуроновая кислота, глицин, пралин, коллаген, витамин В12. Видите, как основной на первом месте у нас витамин С. Это, конечно, классно. По вкусу, как вы видели, сейчас очень комфортно этот продукт пьется. Я использую, как сказала, уже вторую неделю. Его буду пить дальше. По идее, вообще, курс приема 4-6 недель. И я, в принципе, так его и пропью полностью эту баночку. И также хочу еще мужу заказать такой же коллаген, потому что у него именно есть проблемы с суставами, колени. И, соответственно, я думаю, это будет тоже очень даже полезно, потому что у нас здесь это все действует и на суставы очень благоприятно, ну и, соответственно, кожа, волосы, все наши девчачилие, такое. Вот. И по поводу эффекта, как я сказала, пока я пью вторую неделю, мне нравится то, что у меня даже какая-то как будто дополнительная бодрость появилась, не знаю, или вот это такой режим, который я выстроила, то есть у меня это спорт, это коллаген я пью, потом уже завтра, соответственно, вот сам режим дня, поэтому очень рекомендую вам именно заниматься, в принципе, спортом, вести здоровый образ жизни, ну и плюс еще поддерживать свой организм витаминами, в первую очередь коллагеном, особенно если вам 25 плюс, то это обязательно, потому что все-таки с каждым годом коллаген все хуже и хуже вырабатывается у нас в организме, поэтому ему нужна поддержка, это вкусный такой лимонадик, так как сейчас, в принципе, я не пью сладкие лимонады, газировку, для меня с утра, и наоборот, это классно выпить стаканчик малинового такого компотика, очень приятно, поэтому, да, рекомендуем, ссылочку оставленную продукту можно приобрести на Вайлберис, на Озон, где вам будет удобнее, комфортнее, поэтому смотрите, действительно рекомендую, в квартире, и уже потом себя завтракать покажу, что у меня сегодня на завтрак, ну и, соответственно, патчи у меня работают, сниму патчи, сделаю макияж, так я пока без макияжа такая, натурель перед вами, вот, и, соответственно, продолжаем с вами влог. Кстати, меня спрашивали еще по поводу ресниц, темные брови, это я рассказала, по поводу ресниц, девчонки, ресницы у меня тоже вот не накрашены, это мои темные ресницы, и ресницы брови у меня от природы темные. Итак, после коллагена Я уже приступаю к обеду, как я сказала, что завтрак я сегодня пропустила, ну и в принципе я очень поздно завтракаю, можно сказать, не завтракаю. Сегодня у меня, возможно, не очень прям полезный такой будет обед. Здесь у меня салат, здесь помидоры, огурцы, немного базилика, перчик болгарский и все это заправлено у меня сыром фета. Просто я его перемешала, он так растопился, растарился, ощущение, как будто это сметана или майонез, но нет, это сыр фета. И сверху у меня смесь семян, вот такая вот. Покупала, кстати, я эти семена на Байлберс, по-моему, заказывала. Здесь вот различные семена, вот я их добавляю, мне очень нравится, вкусно получается. Вот здесь у меня одно яйцо и пару картошек. Да, картошку нежелательно есть, но я очень люблю картошку, поэтому чуть все-таки ем. Вот и одно яйцо поджаренное. Конечно, жареное это тоже вредно, особенно на завтрак, конечно, нежелательно, но сегодня мне захотелось. Обычно я ем вареные яйца. Вот такой вот у меня обед. И у нас сейчас время 12 часов дня. В следующий раз я, возможно, буду в районе 3-4 часов кушать, и потом часов в 6 уже я могу там чуть тоже салатик или что-то такое более свежее, такое некалорийное, скушать. И все, в принципе, такой формат еды мне комфортен. Как я сказала, завтракаю я поздно, можно сказать, практически пропускаю прием этот пищи. Кто-то говорит, что это не нужно делать, что ну я просто, мне так комфортнее. Вот и пока проснулась, там работаю, к этому времени я хочу кушать, я кушаю. То есть больше ем по потребности. Приемы воды тоже многие говорят, что надо пить много воды. Я не запихиваю в себя силой воду, я пью по желанию. Я вообще как бы чаще всего редко пью воду, но сейчас стараюсь как-то контролировать себя, пить, но все-таки прислушиваться к себе и пить все-таки по желанию. Вот, поэтому всем, кто кушает, приятного аппетита. И, кстати, хотела еще вам показать свои такие миниатюрочки. По-моему, я не показывала еще на канале. Это миниатюра, которую мне подарила Рита, когда я была у нее в гостях. Это миниатюры с ее, так сказать, парфюмбара. И разнашиваю сейчас эти ароматы. Первый это Джак Золти. Аромат называется Лионелла. Очень давно хотела пробовать. Такая интересная гурманика. Пока вот знакомлюсь, потом поделюсь тоже впечатлением. Также мне очень понравился аромат Донат Ксержов. Тоже он и свежий. В нем есть какая-то свежесть и пряность. Кстати, еще не смотрела вообще пирамиду этого аромата. Тоже, кстати, интересный. Разнашиваю сейчас его пока. Ботега Венета. Это парфюмерная вода, классическая Ботега. Но мне нравится этот аромат. У меня есть, кстати, я нашла лосьончик для тела. Также у меня есть миниатюра фланкера. По-моему, Сенсуэль версии. Это такой мягко-кожано-замшевый аромат. Такой женственный, универсальный, элегантный, приятный, негромкий, красивый. Также у меня здесь от Ливантик вот такой. Это от Лебрид Ранж. Это же смины сигареты. Тоже разнашиваю. Пока для меня сложноватый. Он для меня слишком сухо здесь звучит. Вот эта табачность, сигаретность. Какая-то даже не табачность. Именно сигаретность и жасмин. Так как я не являюсь любителем жасмина. Но мне интересен аромат. Как, в принципе, произведение. Поэтому пока его разнашиваю еще. И что касается еще Элда. У нас в слепом затесте увидели. Был аромат Fat Electric от Элда. Я себе его уже заказала в полной размере. Потому что на мне он древесно-кокосовый какой-то. Немного сливочный. То есть есть больше сладостей. Да, конечно, есть ветивер. Он такой терпкий немного. Но мне он понравился. Заказала. По поводу этого аромата думаю. Это Anomate Naturel. А парфюмерная вода. Знаете, для меня он вообще не в духе. Anomate. И он звучит очень люксово. Тут для слива присутствует. Я и тубероску. Какое-то сливочное чай. В общем, пока думаю. Такой сладкий, приятный. Также, кстати, я была уверена, что этот раз в заказе. С рандеву я себе закажу Bake от Acro. Ну что вы думаете? Нанесла его на днях на себя еще раз. Мне он нравится. Он классный. Мне нравится его такой яркий, терпкий старт. Но на коже потом в тепле он стал в этот раз почему-то не раскрываться каким-то мускусом. И очень ядренно звучать. Именно через час, через два он как-то раскрылся. Небольшой такой химозностью. Я пока побоялась брать флакон. Решила еще поразнашивать отливантик и подумать. Если у вас есть этот аромат, или вы с ним знакомились, то пишите свое мнение. Будет очень это интересно. Вот такие вот у меня тут отливантики. И смотрите, что у меня еще из интересненького приехали. Все мои заказики. С ароматами от Новой Зари. Я знаю, что многие ждут этого обзора. В общем, заказала я все, что мне было интересно. Еще, кстати, не принесла. Заказала себе классическую Красную Москву в миниатюре. Но, в общем, видео потом все покажу. Что у меня здесь? Заказала Пачули Маджик. Долго думала я заказывать эти волшебные пачули или нет. И в итоге заказала. И я здесь не слышу никакой жести, о которой многие говорили. Что он прям такой ретро. Прям для меня это шоколад. Темный шоколад. Какао. В общем-то, трюфельные такие конфеты. Прям очень это ощущаю здесь. Далее я заказала еще золотые пачули. Я тестировала. Для меня это такой приятный. Да, здесь есть ванилька. Немного пачули. Такой сладости. Немного амбри. Такой вот мягкий. А на мой взгляд, даже он такой достаточно люксово звучащий. То есть, такой прям приятный. Женственный. Без всяких сюрпризов. Дальше. Вот последняя моя такая новиночка, которую я думала все покупать, не покупать. Это Риноме. Почему, думаю, покупатель нет? Потому что были такие противоречивые отзывы, что от партии к партии отличается жидкость. Вот именно здесь. Кому-то попадается аромат, похожий на Клоэ Лео. Или, ну, в общем, на Клоэ. А кому-то похож на Нарцисса белый кубик. Вот у меня, мне кажется, ближе к Нарцисса, потому что я здесь ощущаю розу, пудру. Такой пудрово-помадный яркий аромат. В общем, разнашиваю пока. На первый взгляд могу сказать, что звучит очень даже недурно и очень даже так люксово. Вот. Потом заказала себе еще русскую красавицу. У меня есть. У меня она настоявшаяся. Но решила взять еще вот эту вот версию и поставить настояваться. Потому что здесь объем-то небольшой, совсем на 16 мл. И смотрите, на той коробке у меня было написано также Лабель де Руси. А здесь именно русская красавица написана именно на русском. Вот. Так. Дальше заказала Злата Скифов. Пока разнашиваю, тестирую. Мне здесь очень нравится яблочный аспект. Такой, знаете, прям такие немного подсушенные, подвяленные именно красные яблоки. Альдегиды здесь ощущаю. Такую прям классику. Но звучит он красиво. Звучит он многогранно. Звучит очень дорого. Я бы сказала, не на свою цену. Вот. Далее взяла Кузнецкий мост. Это все-таки такая большая зеленая альдегидность. И мама моя, кстати, потестировала этот аромат. Сказала, что он ей прям напоминает аромат из ее детства. Говорит, в магазине березка пахли многие девушки-продавцы вот именно вот этим ароматом. Может и посетители. Также прям ассоциация у нее с этим ароматом. Такой же тоже флакончик. Малышечка такая. В общем, вот. Разнашиваю, знакомлюсь. И, конечно же, основное, чем я прожужжала все уши у себя в телеграм-канале. Если вы подписаны, кстати, на мой телеграм-канал, то подписывайтесь. Это красная Москва Лайт. И это у меня есть миниатюра. А это миниатюра в духах. Это парфюмерная вода. 100 миллилитров. Выглядит вот так вот флакончик. Конечно, на фото он выглядел намного эффектнее, чем в живую. Потому что вот эта часть прям пластика. Лучше бы они здесь сделали металлическое. А здесь такой же пластик, как на крышках. Крышка тоже пластик из такого. Кисть. Но, в принципе, выглядит так. Ничего, я прям поставила в свой парфюмерный шкаф. А по поводу того, буду ли я пользоваться, конечно, под вопросом этим ароматом. Но вот мне нравится фарм-фактор, его внешний вид. И хочется мне. Это такая классика. Хоть это и версия Лайт. Но мне он приятен даже больше, наверное. Он, потому что для меня более такой современный, цветочный. И по тому, отличается аромат или нет от парфюма. Мне кажется, он более воздушный, не такой яркий. Но пока, видите, я еще так мельком знакомлюсь. Поэтому хочу более подробно разносить. И опять же, это будет такое впечатление. Знаете, первое. Потом я поставлю ароматы отстаиваться. И уже через какое-то время опять достану их с коробочек. И буду опять тестировать. И, возможно, повторно потом поделюсь уже своим мнением. Потому что ароматы новой зари настаиваются. Эти ароматы не пропадают. Даже при учете того, что это бюджетные ароматы. Они настаиваются. С каждым годом звучат все лучше. И заказала себе для интереса аромат букеты России. Все-таки взяла я пока один. Хотела заказать много себе их. Но хотела на бьюти-депо заказывать. В итоге с бьюти-депо у меня заказ не сложилось. Как-то я так, знаете, везде заказала ароматы новой зари. Может, я, конечно, еще вернусь и что-нибудь дозакажу. Но вот пока взяла такой. Рублей 170 он стоил. А на бьюти-депо вообще они стоят по 100, по 50 рублей. Может быть, все-таки сделаю там заказ еще для интереса. Я заказала ирис. Многие его хвалили. Знаете, что могу сказать? Конечно, дешевый такой пластиковый формат. Такая пластиковая крышка. Но ирис звучит очень даже неплохо. В нем есть какая-то такая ретровая немного пудра. Но при этом он такой нежный. Ирис мягкий. Ирис пудровый. И чем-то, знаете, по настроению. Я не скажу, конечно, что это копия и замена. Но в настроении он для меня прада ирис. Вот что-то есть в этом направлении. Стойкость, конечно, у него небольшая. Но при этом звучит он довольно недурно, я вам скажу. Поэтому прям удивил. Действительно удивил. Красиво звучит. Вот. На этом уже буду заканчивать данный влог. Потому что у меня как-то влог, где мы гуляли с Ритой по золотому яблоку, получился почти на час. И как-то я так поняла по реакции, что не всем интересно смотреть такие длинные влоги. Поэтому стараюсь где-то в пределах 20-25 минут хотя бы. Вот. Поэтому на этом уже с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите, кстати, свое мнение про новую Зарю. Что у вас есть. Как вам эти ароматы будет. Это очень интересно. И, кстати, как я и сказала, что покупала не на Бьюти Депо, потому что меня просили оставить ссылки, где я заказываю ароматы новой Заре. Девчонки, везде. И на Яндекс.Маркет я заказывала, и на Вайлдберрис, и на Зоны Низ. То есть везде по чуть-чуть. Знаете, у меня не все пришли от разных продавцов. Какие-то даже ароматы пришли именно с Бьюти Депо, только через Яндекс.Маркет. Прям коробка была Бьюти Депо. Поэтому везде заказываю. Прям конкретно какое-то место там сказать не могу. Везде смотрю, где выгоднее цена, там и беру. Вот. В общем, все. Спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok